Всем привет! Сегодня мы продолжаем проходить бонусный уровень Fistilus и посмотрим, что нас ждет. Сегодня есть задание, это красная линия и зеленые побеги. Красная линия и зеленые побеги, они как-то расположены возле газонокосилок и будут легко держать оборону. Особенно это касается красной линии. Зеленые побеги, конечно, где бы они ни находились, пользу они не приносят. Особенно, когда они находятся возле нашего дома. Потому что, как правило, все высадят растения как можно ближе к газонокосилкам, чтобы было расстояние достаточное перед зомби, чтобы был какой-то разрыв и безопасное расстояние. Но его, получается, что не совсем это расстояние есть. Но у нас есть достаточное вооружение, которое смогут дать достойный отпор зомби. Мы получаем многослойный горох, липкое дерево, сэфлинг и дракон. Что касается многослойного гороха, я говорил несколько раз об этом и неустанно говорить, что неплохое растение, но только в бонусных уровнях. Оно очень дорогое. Как я называю матрешка. Помещается 5 кустов. Каждый куст стоит 125 монет. Вот вы и посчитайте, во что может вылиться полноценный такой куст. В этих условиях лучше брать ледяную дыню. Что у нас еще есть банан, тот же за 500 монет. Он будет куда действеннее, чем многослойный горох. Но в бонусных уровнях, когда мы получаем это растение бесплатно, это, конечно же, очень хорошее растение. То же самое касательно сэфлинг. В бонусных уровнях его, ну, мы не выбираем. За нас делает выбор игра. Его можно, конечно, легко задействовать. Зомби замедляется и оно действительно приносит большую пользу. В таких обычных уровнях, когда вы подбираете список, то я думаю, что есть куда лучшее вооружение. Взять, например, ну, может быть, это не совсем сравнимые растения, такие, как, я не знаю, бомба, картофель, что такое. Лучше, чтобы это вооружение заняло место, чем липкое дерево. Когда есть у нас еще, тем более, полноценное поле, мы можем спокойно на равных играть зомби. То липкое дерево, в принципе, нет смысла брать. Ну, а в бонусных уровнях оно пригодится. Дракон, очень хорошо нам известное растение, по-моему, появилась пиратская локация, тоже неплохое выражение. Фишка в том, что сразу поливает огнем на три линии. Лучше всего ставить на второй и четвертой линии, чтобы равномерно было покрытие всего поля. Когда у нас есть пять драконов, можно абсолютно по каждой линии поставить, и будет тоже очень хорошо держать оборону. К нам сейчас идут пираты, точнее, прилетают, но и не только. Тут уже традиционно, наверное, смотрим, да и. Каждого зомби, с каждого мира, в общем, все присутствуют. Самые такие сложные, на мой взгляд, это, конечно же, ну, куры воды нет, потому что есть дракон. А больше опасения насчет конуса и пираты с бочками. Вот бочки достаточно крепкие, их останавливают, но тоже постепенно мы останавливаем с помощью липкого дерева. Тут такое, как такая группа задействована в ликвидации. Это и многослойный горох, и липкое дерево, и дракон. Конечно, мы их можем останавливать. Но в целом, в уровне, особенно, когда вы только начинаете проходить какую-то миссию, тут решение может быть лежать только лишь каких-то таких очень бюджетных вооружений, по типу бомбы картошки. По-другому остановить бывает очень тяжело. Мы тем временем проходим миссию и открываем призы. Какой же подарок открыт? Тут есть подарки поменьше и побольше, но вот в двух подарках мы сейчас находим рассаду, в третьем попадается полторы тысячи монет. На этом все. Подписывайтесь, комментируйте. До новых встреч. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok